О том, что Кочубе Крыспаев имеет отношение к назначению Нурлана Омуркулулу, директором ТЭЦ, говорилось неоднократно. Но авария лишила депутатского протеже кресла. Вместо того, чтобы ответить за катастрофу, Нурлан Омуркулулу из главного виновника превратился в главного свидетеля. В СМИ писали. Бывший директор избежал наказания благодаря своей крыше в Джогурку-Кенеши. Что мы видим? Мы видим, что даже после всего скандала Нурлан Омуркулулу постоянно приглашается на пленарное заседание в Джогурку-Кенеши. И также приходит на профильный комитет, которым руководит именно депутат Кочубе Крыспаев. Примечательно, что сам Рыспаев неоднократно заявлял, что депутаты не имеют отношения к аварии на ТЭЦ, при этом рьянно обвиняя в лоббировании интересов китайской компании ТБА чиновников из правительства. Вообще-то ответственность мы не несём. Мы законодательный орган. Мы всегда спрашиваем у них. Однако вот документ, доказывающий обратное. Это решение комитета Джогурку-Кенеши по топливно-энергетическому комплексу и недорпользованию по модернизации ТЭЦ-Бишкека. Что написано в документе? Одобрить проект договора займа, льготного покупательского кредита для реализации проекта модернизации ТЭЦ-Бишкека между правительством Кыргызстана и экспортно-импортным банком Китая. Подпись председателя комитета Кочубека Рыспаева. Рыспаев до прихода в политику промышлял торговлей. В парламент он пришёл через партию Арнамыс, с которой дружил недолго. В шестом созыве Джогурку-Кенеши он уже был в составе СДПК. Будучи депутатом, Рыспаев умудрился нарушить ПДД, за что и был оштрафован. По сообщениям сайта Назар Ньюс, депутат в этом году успел нахулиганить в Японии. Находясь в командировке с парламентской делегации, Кочубек Рыспаев нарушил правила отеля. Курил в неположенном месте, а именно в номере. А Курки, как выяснилось позже, прятал в матрасе, за что был вновь оштрафован на 700 долларов США. Примечательно, что Рыспаев, как представитель главного законодательного органа, не смог даже ответить, когда была принята первая конституция Кыргызстана. Не смог вспомнить и национальный гимн. Рыспаев по поводу своего исключения заявляет, что его ситуация схожа с той, когда из рядов партии исключали его коллегу Джанара Акаева. Он уверен, смещение его с должности главы комитета должны принять 80 депутатов из 120. На что другие нардепы из СДПК заявляют, что согласно Конституции, Рыспаев лишается поста главы профильного комитета автоматически после исключения из партии. И в том числе из фракции. Марат Ахматов, Кусан Гафиров, Телеканал Апрель.